приветствую тебя мой дорогой друг скорее всего ты уже готовишься к экзаменам ищешь информацию раскладываешь ее по полочкам впрочем это не так важно для этого я записываю данный ролик чтобы облегчить процесс самоподготовки и так сегодня поговорим о том что все представляет процесс подготовки к экзамену по истории то сегодня будет только разговор про историю поэтому если ты историю не сдаешь выключи видео выключи видео ладно шутки в сторону и так немного цифр экзамен по истории это 335 ключевых дат это с 9 по 21 век это 8 основных разделов 544 личности и уйма карт с прочим иллюстративным материалом в который входят архитектурное сооружение скульптуры плакаты марки медали но не пугайся можешь даже расслабиться на самом деле не все так страшно как я тебе обрисовал для начала тебе стоит понять что история состоит из трех основных элементов это ключевые даты личности и их современники и сюжет сюжет входит еще такой дополнительный элемент как исторический источник это карты документы и проще иллюстративный материал самый простой способ изучения истории это линейный способ то есть линейный метод когда ты начинаешь проходить историю самого начала это 9 век до 21 века включительно начала тебе стоит изучить сюжет без изучения исторического сюжета не сложится общей картины и понимание истории будет затруднено и непонятно впрочем это является самой главной проблемой при подготовке к истории почему же многие ребята не любят историю в школе потому что они не совсем понимают что происходило как происходило и нет общей картины и видение той или иной эпохи отнесись к изучению истории как просмотр сериала ведь если ты еще не смотрел сериал и тебе начнут рассказывать про главных героев про основные какие-то события про основные сцены их даже продолжительность то без основного сюжета вряд ли ты что-то поймешь поэтому для начала изучить сюжет а сюжетом уже приложится другие детали для полноценного изучения сюжета истории и рекомендую начать с такого автора как леонид кацва данный автор очень простым и доступным языком излагает всю историческую линию вплоть до 21 века вас не потянет на первых страницах коснул и вам будет все понятно и доступно также рекомендую просматривать качественные документальные фильмы или докудрамы одной из таких компаний которые снимают качественные докудрамы это компания star media рекомендую к просмотру она снимает довольно качественные видео на историческую тему также рекомендую пользоваться следующими ресурсы первый ресурс это сайт история . рф на данном сайте есть удобная навигация которая поможет тебе найти тот или иной материал по тому или иному периоду и расширить свой кругозор знаний также рекомендую сайт arzamas у них есть еще приложение arzamas радио на котором собрана коллекция различных исторических лекций они довольно интересные не скучные и очень приятно прослушивать иногда вместо музыки пока гуляешь по городу также в прошлом ролике подсказка верху я рассказывал про сайт решу егэ и также основных авторов которых стоит начать подготовку к экзамену по истории веди записи и конспекты не обязательно конспектировать все подряд слова слова за лектора либо за фильмом тебе нужно составить свою собственную систему запоминаний который будет удобно тебе я рекомендую придерживаться той модели которую я рассказал самом начале ролика то и записывая основные даты основных личностей современников и также сюжет сюжет старайся писать по памяти и повторяй все эти записи это поможет тебе перевести твои знания из кратковременной памяти в долговременно практикуйся везде стоишь в очереди едешь в автобусе прокручиваю себя в голове список основных дат список основных личностей и проговариваю себя в голове сюжет предположим ты изучил период с 9 по 16 век и тебе необходимо просто себя в голове выстроить все основные ключевые даты по порядочку всех основных личностей перечислить по порядку и непосредственно сам сюжет это позволит тебе очень хорошо запомнить материал просматривай исторические фильмы да безусловно многие фильмы не совпадают с действительностью и с историческими фактами это позволит тебе выстроить общую целостную картину о том или ином периоде например перед моим основным экзаменом по истории я просматривал сериал 80 там как раз таки рассказывался про период горбачева и его закон о свободе кооперации то есть свободы предпринимательства и когда я пришел на экзамен в 23 задании мне попалась формулировка о как раз таки социально экономических реформах периода горбачева и самое первое что я вспомнил это закон о свободе кооперации спорь на исторические темы это поможет тебе научиться выстраивать свою аргументацию и доказательства в пользу своей точки зрения а также услышать иную другую точку зрения на той или иной исторический факт это очень круто помогает в задании 24 25 и иногда 23 но на этом все если у тебя есть еще способ запоминания истории то пиши об этом в комментариях я с удовольствием ознакомлюсь с этими способами и расширю свой кругозор но с вами был антон юрьевич руководитель авторской школы подготовки к истории и общесознанию всем успехов